МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просила Катя ожерелье, но не расслышал Дед Мороз и ожирение. Подарок принёс. Обхохочешься, кто из нас оливье наворачивал, сразу видно. Это стратегический запас. Зрителей не обманешь. В эфире Альма-Матер. И с вами мы, Миша Коробинский и Катя Балукова. И вот, что вас ждёт в этом выпуске. Могилёвскому политеху исполнилось 70. Как изменился колледж и почему сейчас поступить туда мечтают многие школьники? Мы узнали. Личный секретарь в твоём кармане. Хотелось бы? Умное приложение от студентов БРУ. Помощник, доступный каждому. А ещё в этом выпуске устроим внеплановую проверку знаний. Справятся ли с ней студенты и школьники? Узнаем через пару минут. От машинки до политеха. От техникума до колледжа. Ещё в далёких 50-х сюда мечтали поступить многие школьники. Высокий конкурс в колледже остаётся и сейчас. Могилёвскому политеху исполнилось 70. За это время дипломы здесь получили больше 30 тысяч человек. Наш корреспондент Кристина Каранкевич узнала, как изменился колледж и чем он живёт сейчас. В июне это будет 60 лет, как я закончил технику. Много сохранилось, осталось на местах. Что-то новое, новые профессии. Но новое время, новые технологические решения, подходы. Благодаря их рукам оборудование на заводах и предприятиях работает без перебоев и каждый винтик на своём месте. 70 лет в политехе готовят специалистов премиум-класса для предприятий и заводов. Первый выпуск в 90 человек отправили в большое плавание в 1947 году. А сегодня здесь учатся почти полторы тысячи молодых людей. Можно далее поступить на мастера или на какую-то... Ну, по той же профессии, более сокращенной формы, это в некоторых университетах. Ну, я планирую дальше поступать. Ребята получают не только основную, но и рабочую специальность. В Могилёвском политехническом колледже обучают по семи профессий. Как говорится, выбирай на любой вкус. Главное, чтобы тебе было интересно учиться. Технология машиностроения, сварочное производство или автоматизированные электроприводы. Одна из самых популярных ныне в политехникуме специальностей – мехатроника. Знания этого специалиста понадобятся на любом предприятии, где есть робототехника. Ты управляешь конвиром через компьютер. Да. Подавая команды на компьютер, конвир работает по этой программе. Ну, несложно учиться. Я сначала, когда поступал, думал, реально тяжело будет. А на самом деле, легко, преподаватели шикарные все. То есть, мне все нравится. Политех сотрудничает с семью базовыми предприятиями Могилёва и области, куда и распределяются выпускники. У нас лозунг есть «Залог карьерного успеха учеба в стенах политеха». Вот я не зря стал говорить о распределении наших учащихся. Почему? Потому что, ну, сегодня мы все с вами понимаем, что первое рабочее место очень значимо. А в новом учебном году здесь откроют новую специальность. В этом году мы уже будем осуществлять группу набора логистика. Там рабочая профессия достаточно интересная. И у нас уже, в принципе, запросов на две группы. А после получения диплома у выпускников колледжа есть выбор. Работать на заводе по распределению? Таких специалистов с руками забирают. Либо продолжить обучение в ВУЗе? Ребят зачислят сразу на третий курс. Этот год науки наши студенты встречают полными идей и конкретных предложений. Ребята из БРУ, например, разработали приложения для смартфонов. В режиме онлайн студенты могут следить за событиями на своем факультете, контролировать, когда какие экзамены, расписание занятий и многие другие вещи. Наш корреспондент Веста Смирнова лично протестировала новинку. Посмотреть расписание занятий, экзаменов и даже пропусков в режиме онлайн может каждый студент Белорусско-Российского университета. Необходимо только скачать специальное приложение на ваш гаджет. Оно, кстати, бесплатное. И это далеко не все бонусы. Дмитрий Пухнавцев и Дмитрий Субович над приложением работали несколько месяцев. Создавали его в первую очередь для себя. Все началось с одной вкладки «Расписание» и с каждым днем страниц становилось все больше. Сейчас это полноценный помощник для студента. Можно посмотреть описание занятий, посмотреть свой рейтинг модульный и также новости факультета. Вот, можно посмотреть это на странице ВКонтакте. А еще количество пропущенных занятий, полная информация о рейтинге студента. Но на этом разработчики не останавливаются, уже думают, как доработать приложение. Для преподавателей можно, чтобы преподаватели могли выставлять свои модули пропуск. Также, может быть, сделаем на весь университет приложение. Но это пока в перспективах. Также хотим сделать методические указания к этим предметам. Главное, чтобы в это приложение на твоем телефоне случайно родители не заглянули. Ну да, ведь там все пропуски занятий и долги как на ладони. Зачем моей маме эти стрессы? Мы уже запустили в конце декабря. Именно сам Google Play, само же оно уже было в доступе, просто как бета-версия. Нам нужно были мнения других пользователей, самих студентов, чтобы они хотели видеть в этом приложении. Может, что-то мы сделали неудобно для кого-то. Оно было запущено даже где-то в середине декабря. Ближе к концу декабря, когда оно вышло уже к финальной версии, мы выложили его в Google Play. Приложение разместили. Сейчас оно имеет популярность и, кстати, немалую, 100 скачиваний в неделю. Отличное приложение, очень удобный интерфейс. Мы этого как раз и добивались. Предыстория электронного помощника студентов началась порядка пяти лет назад. Но до этого был вот такой интересный аппарат. Да, был разработан такой протосип, вот такой аппарат, мы его назвали терминал инженерно-экономического факультета, который может не только, а также показать успеваемость студента. То есть, в принципе, меню этого аппарата состоит из двух частей. Одно – это общее, то есть, в принципе, любой человек, подошедший к этому терминалу, может узнать расписание. Функции практически совпадают с приложением, но есть в нем та, которая избавила деканат от ненужной бумажной работы. Студент попадает в свой личный кабинет. В этом личном кабинете он может просмотреть, опять же, свою успеваемость. Если где-то ему надо что-то пересдать, он сразу при помощи этого автомата может взять направление на пересдачу какого-либо предмета. Экзамен, зачет, курсовую проверку. Даже квитанцию на оплату можно взять без проблем, ведь эта система, которую создали сами преподаватели, за четыре года не сделала ни одной ошибки. Мы берем зачет в нашу книжку, открываем, на задней страничке у нас изображен QR-код. Мы его подставляем к нашей камере. Он считывает, и на экране у нас получается наша успеваемость. Как быстро вообще! И дальше мы распечатываем, что нам необходимо. Что печатаем? Зачет по политологии. Потом листок попадает в деканат, где QR-код еще раз сканирует и отметка попадает в базу данных и в новое приложение. После запуска новинки студенты и преподаватели уже задумываются над новыми проектами. Хотел полностью автоматизировать всю работу в университете, сделал все автоматическое. Смотри, нашел! Эх, в пролете мы! Оно не для всех факультетов. Да ладно! Пока воспользоваться приложением могут студенты трех факультетов. Инженерно-экономического, электротехнического и автомеханического. Тем временем в деканате уже обсуждают, как доработать приложение для остальных факультетов. И как сделать импровизированный терминал доступным для других вузов. Ведь он единственный не только в нашем городе, но и в стране. Время летит быстро. Сегодня ты студент, а завтра уже работающий человек. И к вопросу этому нужно подойти серьезно. Так как это сделали студенты Бобруйского филиала Белорусского экономического университета. Ребята получили диплом за лучшую презентацию бизнес-идеи. Эти студенты уверены, знание экономики при правильном подходе поможет открыть им собственное дело. Эти ребята, товарищи, серьезные экономисты. Пока одни студенты видят сладкие сны, другие трудятся. Ночами не спали. Ну, бывает. Поэтому не доедали, не допивали. Все в науку. Все в науку. Над чем же так усердно трудилась эта группа третьекурсников? Оказывается, над собственной бизнес-идеей. Сусть разработки в том, что у нас будет картинг крытый. У нас в Бобруйске есть уже картинг. Он пользуется спросом. И мы решили разработать крытый вариант, который на все сезоны будет. А сами пробовали уже литерный картинг? Конечно. Это очень интересно, забавно. И это может делать любой человек. Самое главное. Презентацию идеи крытого картинг-клуба студенты представили на 9-м областном инвестиционном форуме. И получили диплом как лучшее в своей номинации. Но главное другое. В пару к диплому Могилевский технопарк вручил студентам сертификат на разработку нового проекта. Я очень надеюсь, что они сейчас на третьем курсе, еще в следующий год, и что у нас возникнет идея, и они смогут реализовать этот сертификат и после окончания вуза все-таки заняться своим делом, своим бизнесом. Я всегда переживаю по поводу того, чтобы наши студенты трудоустраивались и нашли себя. Напоследок мы решили спросить, каким, по мнению студентов, должен быть молодой белорусский бизнесмен. Наверное, он должен... Быть уверенным, да? Ну, уверенным, да. Знаете, еще, если говорить про нас, то мы должны еще многому научиться для этого, конечно. Вот это был небольшой шаг к нашим будущим свершениям. Он был, ну, я думаю, уверенным и верным. Сессию сдаем мы, сессию сдаем мы, и сонные ночи в кускове бодрящий, страх отчисления всегда настоящий. Альма-Матер не даст расслабиться студентам и устроит им внеплановую проверку знаний тогда, когда они этого совсем не ожидают. Проверьте вы свою эрудицию в нашей рубрике «Контрольный вопрос». В этот морозный день программа «Альма-Матер» решила проверить на прочность студенческую смекалку. Вопросы готовы? Мы утеплились. Идем искать студентов. Сколько часовых поясов на нашей земле? 54. Угу. Кто был последним президентом СССР? СССР... Брежнев? Ой. Нет, да? Да? Нет? Ну, Брежнев. Сталин. Сталин. Сталин и Брежнев. Хорошо. А честно? Не высполос, наверное. Ну, конечно. Мы не учили. Может быть, Ленин? Нет. Да. Может, не знаю. Может, но не знаю. Может быть, Сталин? Нет. Есть такие варианты ответов? Нет. Нет? Брежнев? Вот, возможно. Ну вот, всех перечислили. Ну, почти все. Но это не точно. Но нет, это не точно. Ладно, хорошо, спасибо. Нет. Один вопросик. Последний президент СССР. Должны знать. Горбачок. Спасибо. Ну, хорошо, удачно вам знать. Сколько часовых поясов на нашей земле? 12. А кто был последним президентом СССР? Не знаю. Не вспомнишь? Нет. Ты моя хорошая. Вот сейчас пары. Да. Хорошо, иди на пары. Я не из Беларуси, поэтому никак. Ну, откуда? Из Сирии. Из Сирии. Ну, может быть, знаете, ну так просто интересно, кто был последним президентом СССР? Ну, если вы мне ответите, я буду очень рада. Михаил Горбачев или... Вы вообще молодец, спасибо. Вот человек из Сирии знает, кто был последним президентом СССР. Спасибо. Вообще-то в СССР не было президента. Хорошо, так, как были фамилии у Ромео и Джульетты? Монтеги, Капулетти. Потрясающе. И сколько часовых поясов на земле? Ой, не помню, честно. Ну, да. Шесть, по-моему. Давайте вспомним фамилии Ромео и Джульетты. Я знаю, это Капулетти. Так, это у кого? Это Ромео или Джульетта? Джульетта. Так, а у Ромео? Капулетти и... Ну, второй, давай, я не помню, нет, точно. Со вторым у всех, кстати, проблемы. Кастель... Что-то там. Кастель чего-то там. Ладно, хорошо. Капулетти... Так, это у кого? Капулетти у Ромео вроде. Нет, тут же у Джульетты. Правильно. А Ромео... А вот Ромео не помню. А на этом все. Включайте Беларусь 4 Могилев, Альма-Матер в эфире каждые две недели. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Пусть эта сессия не оставит вас с хвостом. Как говорится, тяжело в учении, легко в отчислении. Типун тебе на язык. Все у нас получится. Пока-пока. Не пуха, Винни-пуха. Просила Катя. Ожирение не расслышал Дед Мороз. И ожирение в подарок принес. Обхохочешься. Ты что ты ржешь? Ну, нормально ржешь. Я пытаюсь задорно начать. Давай, пой. Поехали. Слушай, мне нравится не всегда, а то не садят и ржешь. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.